Александр Ходанович пришел на Кожевинный комбинат в 88-м. 32 года на производстве. Здесь построил карьеру, прошел путь от рабочего до заместителя гендиректора. Мужчина признается, пандемия коронавируса создала определенные проблемы на предприятии. Но даже в этой ситуации удалось получить выгоду. Открыли для себя дорогу на восток. Сейчас мы начинаем опять трудный этап, так как растеряли за время пандемии покупателей за счет невозможности приезда сюда, отбора продукции. И поэтому резко упали объемы производства, мы где-то до 60%. И опять начинаем искать новые рынки, новые возможности сбыта своей продукции. Заместитель гендиректора рассказывает, накануне заключили первый договор с китайской компанией. Несмотря на то, что Поднебесно один из мировых лидеров по производству кожи, коронавирус наследил и там. Чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка, их производители оказались вынуждены покупать изделия за пределами Великой Стены. Качество продукции Бобруйского комбината устроило. Остановились на коже в Эдблу. Есть еще интерес у них к продукции Краст. Это второй передел нашего. Пока разосланы образцы, есть договоренности. Шкуры поступают на завод в сухом виде. Сперва их вымачивают, затем очищают. Вот такой 6-ти тонны от мощно-зольный барабан работает, как стиральная машина. После стирки, жировые отложения и волосяной покров навсегда исчезают со шкур. Далее заготовки отправляются на конвейер, затем в дубильный цех. Начинается этап обработки. Специальный химический состав выводит из кожи микроорганизмы. Контролеры следят за соблюдением технологий на каждом этапе производства. На выходе та самая кожа в Эдблу. В успехах еще хвастаться, в принципе, рановато. В принципе, предприятие продолжает свою производственную деятельность. Предприятие сохранило свой трудовой коллектив с учетом падения, значительного падения рынков и общей экономической ситуации, происходящих в первую очередь на внешних рынках и у стратегических партнеров нашего предприятия. Белорусская кожа впервые попала на китайский рынок в 2017-м. Спустя три года и продукция Бобруйского кожевиного комбината была доставлена в Гонконг. Сделка на сумму 91 тысяча евро. Руководство предприятия заверяет. Это лишь начало сотрудничества. На очереди поставки кожи типов Краст и Спилка, но уже в больших объемах и по ценам на порядок выше. Максим Кембель, Владимир Гребеневич. Итоги недели.